Так, ребят, всем привет! В этом видео про IDO, но не про одно какое-то конкретное, а в целом про индустрию, про нишу, что было, что есть и что, скорее всего, будет происходить на этом рынке. Своим мнением хочу с вами поделиться, также продемонстрирую реальные результаты инвестирования в IDO на своем личном примере на одной из площадок с момента регистрации. Я не пропустил ни одного сейла и все данные фиксировал, сколько было потрачено на выкупа локации, сколько фактически денег это принесло мне обратно. Так что, думаю, будет прикольно увидеть реальные результаты, а не какие-то рандомные скрины с телеграм-каналов, чатов, где там 500 долларов превращаются в виртуальные 15-20 тысяч. Но о том, что львиная доля этих токенов на длительный период заблокирована, обычно не договаривают. Так что обязательно досмотрите это видео до конца, для того, чтобы сформировать понимание того, что нас ожидает на этом рынке, какие есть риски и какие возможности. Думаю, лайк авансом можно этому видео поставить. Ну а я начинаю и для начала перемещаюсь немножечко в прошлое. В октябрь 2021 года, именно тогда у меня произошло первое практическое знакомство с лаунчпадами. Площадка Gamefight, токен Gaffi. Я покупал его по 62 доллара, при том, что когда я увидел эту площадку, токен был 50 баксов. На следующий день уже 62, и я думаю, блин, уже на хаях походу захожу. Ну, потому что я понимал, что есть риски, так как токены лаунчпадов это по умолчанию высокорисковый актив, так как они никакой задачи, кроме того, как предоставить тир, то есть ранг на площадке, никакой функции у них больше нет. И если будет немножечко рынок трясти, в первую очередь токены лаунчпадов посыпятся, то есть понимание этого было. Но ввиду того, что вот этот ком с IDOшками, да, с иксами набирал обороты, я в эту движуху вписался и начал получать аллокации, там, по 20 долларов на минимальном тире, именно такие аллокации были. И я начал видеть, как мои 20 баксов превращаются в виртуальные, там, 400, 500, 1000, 2000 и даже 3000 долларов. То есть, представляете, да, то есть разлок, первый разлок, TGE, листинг, я получаю 20-30% токенов, сливаю, да, этот объем и получаю 200, там, 150, 200, 300 долларов сразу. Окупаю полностью все расходы и получаю гигантскую прибыль в голове сразу. А если бы это было не 20 долларов, а 200 или 2000, начинаю смотреть другие площадки, куда-то захожу самостоятельно, куда-то там в кооперации со своими коллегами, со своими друзьями. И это был тот период, когда не нужно было абсолютно, да, небольшой период, да, конечно, но анализировать проекты просто не нужно было. Везде, куда не зайдешь, везде есть иксы, причем достаточно жирные. Плюс Тукерберг подливает до масла в огонь, говорит, что Facebook больше не ФБ, а теперь это мета. И все проекты, где есть название слова мета, как минимум на листинге обречены на жирнющие иксы, на то, что там, как минимум, аллокацию окупишь, и еще там 2-3 икса сразу получишь. В общем, это вполне такая нормальная картина была. Как итог, эти иксы плюс то, что достаточно легко объяснить, что это такое, то есть новым пользователям, не тем, кто, тем, кто там говорили, биткоин это пирамида и пузырь. Когда им говоришь, блин, смотри, какие прикольные иксы, да, то есть это же однозначно в массу уходило. И объяснить, что, как это все работает, как работают лаунчпады, что мы делаем, да, что мы покупаем токены, проектов, игр, play to earn игры, что там играть, зарабатывать. Уже в Азии играют, да, там целыми деревнями там по несколько сот баксов там зарабатывают и вуз не дует, что это будущее. И открывается жирный коридор такой спокойный, да, свободный, откуда новые пользователи спокойно заходят. И как итог, в октябре я заходил, вот в начале октября примерно вот здесь, это четвертое, там, третье, четвертое число. И начало ноября первые числа уже гаффи 100 долларов, 200 и там 220, 230. Как итог, новая аудитория плюс иксы от проектов породили огромнейший интерес ко всем лаунчпадам абсолютно. И действующих лаунчпадов просто не хватало. Появилось огромное количество, да, там, новых проектов на крипторанке, если взглянем, сейчас, вон, 66 падов. В действительности их еще больше и они, скорее всего, еще будут появляться от тех ребят, которые не успели в этот последний вагон запрыгнуть данного паровоза. Так вот, что я сделал, да, понимание того, как я уже сказал, да, в начале видео, что токены лаунчпадов это действительно высокорисковый актив. Какие-то колебания, учитывая, что все-таки рынок не бесконечный, что эти иксы не будут бесконечными, подтолкнуло меня к тому, чтобы зафиксироваться и выйти из проекта GameFi. Когда я вывел токены, они были по 280 долларов, но ввиду того, что я же видел, что они 320 были, 330, я еще ждал, думаю, по 300, по 300 солью. Но несколько дней я посмотрел, понаблюдал, в итоге по 240 я свои 20 токенов продал. И чистыми я зафиксировал, получается, ну, где-то в районе там 3,5-3 600 долларов. То же самое я сделал с токенами других площадок, на которых я участвовал. И парадоксально, но неудивительно, самые большие живые деньги я заработал именно на росте токенов лаунчпадов. Я думаю, много кто также заработал, но еще больше людей, которые заходили вот здесь, как обычно это бывает, да, ну и фиксировали прибыль вот здесь. Так что, это, если говорить в моем примере, да, то есть сейчас это, вот как раз моя цена входа, да, была. То есть это 4х я зафиксировал от цены покупки. Ну, вот хочу наглядный пример показать, что площадок в действительности появляться начало огромное количество в тот период. Потому что куда-то зайти на тот же GameFi, да, там отдать 5000 долларов, не каждому было по карману. Появились площадки с минимальным порогом входа. Вот, например, Mempad. Это площадка, ну, действительно, просто поиграться. В пике, да, там 18 центов была, сейчас 1 цент монетка стоит. То есть те, кто заходили вот плюс-минус в этом коридоре, да, это 15, там 14, 18 центов, таких было действительно большое количество. Заходя на 1000 долларов, сейчас они фиксируют меньше 100 долларов, да, то есть их активы стоят. И вероятность того, что когда-то будет, ну, что-то рядом, она стремится к нулю однозначно. Сейчас уже, наверное, да, немножечко будем переходить из прошлого в настоящее, да. То есть рынок немножечко так потрясло. Уже там в телеграм-каналах на ютубчике начали кричать, что так, мы походу, все, бычий цикл закончился. Мы переходим в медвежатину, это еще больше, да, в первую очередь токены лаунчпадов посливали. Я вот что еще хочу показать немножечко. Вот это мое портфолио токенов, которые я участвовал в IDEO на площадке GameFi. Я поучаствовал в 8 проектах, то есть 160 долларов было потрачено. Сейчас весь портфель весит 565 долларов. Если не ошибаюсь, в пике он весил что-то 4-5 тысяч долларов. Ну, вроде бы так, примерно, да. Помимо того, что сливают токены лаунчпадов, также сливают токены те первые разлоки, которые получали, вторые токены IDEOшек. Потому что какие-то проекты остались только с обещаниями, да, ничего не выполняли. Вот, например, вот этот самый нижний, да, то есть здесь у него цена ниже IDEO. Какие-то там, в общем, какую-то долгоиграющую, затяжную историю превратились. В общем, токены, токены проектов, в которых мы участвовали, это такой же высокорисковый актив. Потому что мы покупаем на этапе, да, что еще пока ничего нет. Либо какие-то бета-версии, либо вообще просто объяснение. Поэтому и портфели здесь знатно посыпались. Но хорошо, что я отсюда истории все эти фиксировал. И там порядка там 800-1000 долларов на первых разлоках получилось зафиксировать. Такая, хочу сказать, хорошая стратегия. Поначалу забрать свое, а потом уже холдить и ждать бешеных иксов. Так вот, да, токены лаунчпадов укатали. Токены проектов, которые выходили, также были укатаны. Какие-то из них там, возможно, еще покажут свое. И, скорее всего, так будет. Но большинство укатаны в пол, в асфальт, катком и больше никогда не оживут. Потому что они по умолчанию были сделаны для того, чтобы бабки собрать. Но это еще полбеды. Посмотрим текущую ситуацию. Если совсем недавно, там полтора-два месяца назад, 10 иксов проект если получал, и люди говорили, что это херня какая-то, то сейчас мы видим. Так, вот какой-то проект вышел, да, там 0,69, 6,5, 5, 2, 2,5. Это АТХ, да, причем максимальное значение. 3, 5, 8 вот где-то. Это все вот январь мы смотрим, 11, 12, 5. И что нужно понимать, что, скорее всего, со следующими разлоками цена будет только укатываться. У большинства проектов, которые выходят, в том числе, там, это игровой индустрии, за редким исключением. Потому что действительно очень много мусорных проектов. То есть это вот текучка и реалии. Я не говорю сейчас про топовые лаунчпады, да, про тот же Daumaker, где выходят действительно качественные, фундаментальные проекты, у которых есть потенциал выстрелить, там, 100, 200, там, ну и окей, там, 50 иксов. А про большинство проектов, которые выходят сейчас на массе лаунчпадов, которых огромное количество. Давайте, наверное, вот что еще, кстати. Про тот лаунчпад, про который я хочу вам показать и рассказать, это Crystal Go. По нему у меня есть табличка. У него вот что, занимательная история. У меня по этому лаунчпаду, во-первых, есть видео. Я не буду объяснять, как здесь, что работает. Ссылочка на него есть в описании к данному видео. Можете посмотреть. Я считаю это вообще прикольным лаунчпадом. И доказательство того, о чем я говорил в своем видео, что, как бы, крутость заключается в том, что это не лаунчпад, который выпустил свой токен, а компания, команда ребят, Crystal, у них есть своя Dex платформа, там здесь swap и так далее. В общем, можете там посмотреть более детально, разобраться и на текущий момент, вот давайте посмотрим, вот за это все время, начиная с ноября месяца. Вот я как раз примерно вот здесь заходил, плюс-минус. Да, были проливы, но сейчас цена входа такая же, которая была у меня. Ну вот она примерно здесь, да, то есть 1.7, 1.8 я заходил. Сейчас данный токен по той же цене торгуется. В общем, чувствует себя намного комфортнее, чем токены подавляющего большинства лаунчпадов. Так вот, значит, что по цифрам. Сразу давайте итог. Это 1364 доллара было потрачено на выкуп аллокаций и 908 долларов был фактически приход. Быстренько пробежимся, да, вот это, соответственно, сколько было потрачено. Самая первая лока 25 долларов, 150 долларов, это вот как раз самый пик, самый хай, 150 долларов это приносит. Второй разлок был в декабре, но в принципе тоже неплохо, да, там больше, чем я потратил, на саму аллокацию. Третий разлок уже был 10 долларов. Но в целом история очень прибыльная, 190 долларов с 25 долларов получилось забрать. Kingspeed тоже прибыльная история, но как видите, да, последующие разлоки, они укатываются, ну и будут, скорее всего, еще меньше. AC Finance, такая так себе история, вряд ли это в безубыток даже выйдет. Astro Guild Ventures. Это вообще скам история на текущий момент, если 574 доллара, так, 574 токена данной площадки, это 35 баксов, учитывая, что это в сети эфира и ла-ла-ла, бла-бла-бла, так что, ну, это просто скам. Там история была какая-то, что там какой-то ранний инвестор слил токены. Ну, если этот проект не будет скамом, а когда-то он там оживет и будет иксовать, будет очень здорово. Но пока я его в скамы записываю и в неудачной истории. Минус 500. Самая большая локация была. И, соответственно, самый большой минус. А SnapX, это тоже какая-то стрёмная история. Здесь разлоки аж до 23-го года. Нафиг вообще участвовал. Я решил просто участвовать во всех проектах на тот момент. Я думаю, поучаствую во всем. Ну, остальные истории, вот, в принципе, достаточно хорошие. В том числе, да, там, вот декабрьские. Параллель с 64 долларов 210 принесла. А вот уже второй разлок всего лишь 22 доллара. Dodge On 180 долларов. Локация была и 100 долларов с первого разлока. Ну, в принципе, вариант, что отобьется, тоже есть. И последние две айдиошки, они вот в ноль сработали. 67, 62, 87, 82. Так что я считаю, ну, в целом вполне неплохо. Вот они, реалии. Вот реальная картина того, что происходит. Так, ну и касаемо текущей ситуации. Стоит ли участвовать в IDO или нет? Конечно, стоит участвовать. Но к выбору проектов однозначно стоит подходить избирательно. Всегда понимать, что инвестиции на этапе IDO, это очень высокий риск. Так как вы инвестируете в проект, который по факту, ну, еще либо, еще не готов, да, к там полноценному запуску, либо там где-то что-то около рядом. Вот это нужно всегда в голове держать. Да, это может обернуться большими иксами, а может и не обернуться, да. В общем, к выбору проектов основательно подходим, к лаунчпаду и во все подряд не залетаем. Велика вероятность того, что токены большинства лаунчпадов будут укатаны еще больше, потому что, ну, падов в действительности большое количество и качественные пады уже сформированы. У них есть своя аудитория, свой бэкграунд, они зарекомендовали себя тем, что у них там хорошие качественные проекты выходят. Ну, по крайней мере, ни скамы, ни пустышки. Так что вот, наверное, вот такой итог. Что происходит с индустрией, надеюсь, более-менее стало понятно. Если видео понравилось, лайк ставьте, на канал подписывайтесь, ну и вопросы, комменты пишите. Пока-пока.